Добро пожаловать! Для лучшей навигации используйте тайм-коды в описании. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Шеф Адам Джонс 2015 года. В центре сюжета история некогда знаменитого шеф-повара, который из-за своего пагубного пристрастия теряет собственный ресторан в Париже, пониженный в рейтинге до унизительных двух звезд. Решив не сдаваться, он вновь собирает свою команду. Перестраивает лондонский ресторан и надеется получить три звезды. Снайпер. Экранизация мемуаров морского котика из Техаса, Криса Кайла, который служил снайпером в Ираке и стал рекордсменом по числу убитых солдат противника, за что иракцы прозвали его дьяволом. Кроме самой войны, фильм рассказывает о воспоминаниях жены Криса, которая была свидетелем растущей привязанности мужа к его сослуживцам. Афера по-американски 2013 года в основе сюжета фильма «Реальная спецоперация», проводимая в конце 70-х, начале 80-х, ФБР под кодовым названием «Апскам». Она изначально была нацелена на расследование торговли краденым товаром. ФБР собиралась внедрить в преступную среду своих агентов под видом посредников, скупающих краденые шедевры для богатых коллекционеров Ближнего Востока. Впоследствии операция превратилась в изобличение коррупции на разных уровнях. Парень-псих Бывший учитель ПЭТ, проведя психиатрической больницей 8 месяцев, возвращается в родительский дом. Он одержим мыслью помириться с бывшей супругой, которая не имеет права приближаться по решению суда. Но знакомство с эксцентричной девушкой Тиффани зажигает в ПЭТе луч надежды. Область тьмы Нью-Йоркский писатель Эдди, желая преодолеть черную полосу в своей жизни, принимает засекреченный препарат под названием НЗТ. Таблетка выводит мозг парня на работу в нереальной мощности. Этот творческий наркотик меняет всю жизнь Эдди. За короткий срок он зарабатывает кучу денег, но скоро начинает страдать от зловещих побочных эффектов препарата. А когда пытается найти других НЗТ-гениев, чтобы понять, как можно справиться с этим пристрастием, он узнает страшную правду. КОНЕЦ КОМАНДА 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 2010 года Группа ветеранов войны в Ираке, несправедливо обвиненных в преступлении, пытается найти истинных виновников и вернуть себе честное имя. МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ Они мечтали устроить незабываемый мальчишник в Вегасе, но теперь им действительно необходимо вспомнить, что именно происходило, чей ребенок сидит в шкафу шикарного номера отеля, как в ванную попал тигр, почему у одного из них нет зуба, и самое главное, куда делся жених. То, что парни вытворяли на вечеринке, не идет ни в какое сравнение с тем, что им придется сделать на трезвую голову, когда они будут шаг за шагом восстанавливать события прошлой ночи. Каждый раз новая зацепка. Нью-Йорк «Я люблю тебя» 2008 года Вслед за Парижем, фоном для новых короткометражных фильмов, связанных одной вечной темой, выбран не менее известный город – Нью-Йорк. Этот фильм представляет собой, как бы киноальмонах из 11 новелл, незатейливых любовных историй на фоне городских пейзажей Нью-Йорка. Полуночный экспресс. Молодой фотограф криминальной хроники Леон Кауфман получает выгодное предложение от одной нью-йоркской галереи показать публике свои работы. В своих фотографиях он должен отразить все экстремальное и темное, что есть в городе. Всегда говорит «да» 2008 года. Депрессивный главный герой всегда и всем говорил «нет», например, друзьям, если они зовут его куда-то. Но в один прекрасный день он заключает соглашение, по которому всегда должен отвечать «да» на любое предложение. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание.